Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня наш рассказ о молодом герое Советского Союза, который получил это звание в 19 лет. Выпускника Балаковского речного училища Николая Грибанова, наверное, никогда не называли по имени-отчеству, разве что при вручении боевых наград. Молодой парень так и останется просто Колей, который шагнул в бессмертие, совершив настоящий подвиг. 19 лет. Как тогда говорили, повторил подвиг Александра Матросова. Символизм в том, что когда Александр Матросов совершил свой подвиг, ему тоже было 19 лет. Многие влаковцы знают имя Николая Грибанова, но вот чем конкретно прославился наш земляк, известно не всем. Окончив речное училище в ноябре 1942 года, он начал трудиться по профессии матросом на пароходе, но уже через год отправился на Первый прибалтийский фронт. Им были совершены ратные подвиги. При форсировании реки Мемеле он одним из первых. Первый ворвался в укрепленные траншеи окопы фашистов, лично уничтожил пулеметный расчет. Буквально через некоторое время при потере командира отделения возглавил и поднял на ватаку бойцов, за что был представлен к званию Ордена Славы Третьей Степени. Звание Героя Советского Союза 19-летний солдат получил, когда закрыл своим телом пулемет противника. Он не раздумывал, когда понял, что атака может сорваться, а его товарищи погибнуть. Николай бросился на врага и погиб, спасая других. Его педагоги говорили, он не мог бы поступить иначе. Несмотря на то, что парень не выделялся среди своих сверстников, в нем чувствовалась какая-то внутренняя сила. Простое, даже можно деревенское лицо, но за ним сила, стержень, которая позволила ему совершить этот подвиг. Он был надежный парень. Похоронен герой в Латвии, там, где завершилась его короткая жизнь. После войны выпускники речного училища часто ездили в Латвию, чтобы возложить цветы к могиле Николая Грибанова. В братской могиле поселка Войнеды покоится 30 тысяч советских солдат, которые погибли от ран на поле боя. В той же могиле, где он похоронен, пять героев Советского Союза. Представляете, с какого уровня там шли бои, какой напряженности, какого кровопролитка. Делегация 6-го училища Войнеды. И причем, обратите внимание, ведь делегация не такая многочистость, все остальное – это местные жители. Почитание, уважение, дань погибшим. В небольшом музее техникума, который носит имя Николая Грибанова, множество архивных фото. Есть и семья героя, и снимки с мероприятий, посвященных его памяти. Но вот сам Войн смотрит на нас лишь с одного портрета. В архивах сохранилась всего одна фотография юного речника Николая Грибанова. И именно ее изображают теперь на всех портретах. Именем героя Николая Грибанова названы школа и улица в поселке Брыковка, где он родился. Волоковский техникум, в котором он учился. В Каспийском море ловили рыбу с траулера Николая Грибанов. По рекам Латвии ходила баржа с таким же названием. Это дань памяти и уважения 19-летнему герою, который совершил подвиг.